И вот здесь уже приходит конец нашему беду прекрасному. Бум-бум-бум, мы пробили ДДТшки, я просто фигачиваю в него ещё один разгон. И всем привет, дорогие друзья, меня зовут Константин Кулик, это канал KK Gaming, и мы с вами сегодня играем в бета-Д6, друзья. И это прохождение ачивочки, нашей замечательной ачивочки под названием 2 мега пробития. Друзья, я уже записал само прохождение, потому что, ну как, я его с голосом пробовал записывать, но, скажем так, я отвлекаюсь и там лажаю. Чтобы этого не было, я записал это всё без голоса, чёткое правильное прохождение, и мы это всё дело смотрим. Итак, это карта Логс, на карте Логс, ну Логс или Брёвна, неважно. Мы начинаем с того, что мы ставим судмариночку вот сюда, то есть чётко в этот водоёмчик, и теперь смотрите, что мы сделаем. Мы с вами копим на бомбёжку. Бомбёжка поставится чётко в нижний правый сектор этого квадратика, как вы видите, и после этого мы начинаем копить на повышенную дальность. Друзья, наш герой это Джонс, и наша башня, которая пробьёт 2 миллиона, это пушка. И, друзья, в чём сложность данной ачивки? В Чимпанзе всего 2 миллиона 30 тысяч пробитий, плюс-минус. И из-за того, что так... А нам нужно, чтобы одна башня взяла больше 2 миллионов из этих 2 миллионов 30 тысяч, понимаете? То есть нам по факту всё должно работать, и всё должно отбиваться этой башней. И эта башня в данном случае это будет бомбёжка. Итак, мы прокачиваем повышенную дальность, и теперь осколочные бомбы, друзья. И раз. В чём фишка? Фишка в том, что у нас в данной тактике будет очень усиленная бомбёжка, с новым обновлением она становится мощнее. Это будет третья линейка по нижнему тиру, ну, третья линейка пятого тира. Смотрите, после этого мы с вами копим на нашего героя, на Джонса. И он у нас пойдёт в нижний правый угол всей карты. То есть нам очень важно, во-первых, нам важно его расположить до конца 14-го раунда. Вы это увидите скоро. И чтобы его расположить правильно, мы выключаем ускорение игры. Это важно. Выключаем ускорение, и потом ставим Джонса прямо в самый нижний правый угол. Вот я, видите, я тормознул. И теперь мы берём Джонса аккуратненько и перетаскиваем его в самый нижний правый угол. То есть это важно. Вот как только он красным становится, и чуть-чуть ещё вправо подтяну, и всё. Идеальное расположение. Бум. Джонс поставлен до конца 14-го раунда. Это важно. Потому что он на третьем уровне даёт баф нашей пушечке. И, короче, если вы его не поставите на этом раунде, то считайте, что вам нужно заново проходить. Потому что вы не получите достаточного усиления в будущем для вашей пушки, и вы проиграете на поздних раундах. Чтобы этого не произошло, детально повторяйте мои шаги. Итак, теперь мы копим на ракетную установку. То есть это второй тир по второй линейке. И после этого у нас пойдут, скорее всего, кассетные бомбы. Но вы сейчас посмотрите. Друзья, эта тактика не моя. Я её взял с английского ютуба. И я её чётко вам покажу в своей интерпретации. И смотрите, в чём фишка? Почему я считаю, скажем так, что это можно делать? Здесь я запустил ракету Джонса. Ну как, но она ничего не делает. Потому что все тактики уже давно придуманы. Не он её придумал, не я её придумал. Скажем так, эти тактики уже придуманы. И нам просто подписчики подкидывают эти тактики. Вот. И поэтому мы всё это дело освещаем. Смотрите, теперь я поставил дротика в самый левый угол у самого конца карты. Этот дротик не должен доставать основной линии карты. Но он достаёт до нашей прекрасной... До двух частей. Там, где у нас пенёк вот этот. И в самом конце, как вы видите. Это то, для чего он предназначен. У этого дротика цель это то, чтобы он пробил зелёный камуфлированный шарик на 24 раунде. Теперь мы прокачиваем кассетные бомбы. То есть это третий тир по третьей линейке у нашей бомбёжки. И почему, друзья, мы с вами прокачали эту бомбёжку на быстрые выстрелы, а не на тяжёлые выстрелы? Это не сделано из-за того, что мы с вами каким-то образом хотим сэкономить. Это сделано для того, что... Потому что, смотрите, на четвёртом тире... Блицбомба... Ну, не блицбомба, а кассетная. Она лучше, если у вас будут именно утяжелённые бомбы, которые пробивают два снаряда за раз. И теперь, смотрите, на 24 раунде у нас наш прекрасный дротик, и он спокойненько всё это дело законтрил. Без дротика мы бы проиграли. Теперь мы ставим алхимика. И, смотрите, на пятом тире ускоренный выстрел лучше помогает, чем, скажем так, тяжёлый выстрел, который по два за лопанье делает. Просто эта статистика и так сработала. То есть если на четвёртый тир, то лучше по первой линейке пушечку качать, если на пятый, то по второй. И теперь мы прокачали нашего алхимика на тиры 2-0-0. Его задача это бустовать нашу прекрасную бомбёжку. И теперь, друзья, мы с вами копим на судмариночку, чтобы прокачать её на три тира по первой линейке. Я не рекомендую вам покачать их по очереди, я рекомендую вам их прокачать раз-два-три сразу же. И я так и сделаю. Почему? Потому что нам нужно, чтобы башенки не пробивали никакие, кроме бомбёжки. Вот, смотрите. Точнее, сначала мы прокачаем вот этого алхимика. Хотя это не так важно. Вот смотрите, я сделал здесь. Один раз я делал с алхимиком, один раз я делал с судмаринкой. Как вы видите, и так и так сработало на ура. Мы прокачали судмаринку и забыли про неё. Не качайте её на реактор, ничего. Эта судмариночка, она антикамуфляж, и она не пробивает шарики. Это самое главное. Нам нельзя, чтобы башни пробивали шарики. Только бомбёжка у нас должна пробивать. Вот. Теперь мы качаем алхимика на варево-берсерка, друзья. Бум. И как только мы прокачаем на варево-берсерка, мы начинаем копить в бомбёжке на четвёртый тир. Четвёртый тир нам уже поможет отбить муапчик. Вот, смотрите. Варево-берсерка, оно усиляет эту бомбёжку ощутимо. Я думаю, вы заметили, что она лучше начала пробивать. И теперь мы копим на кассетную бомбу. Там, конечно, немножко, ну как, не будем ругаться, немножечко нехорошо перевели, скажем так, неправильно. И теперь мы копим по факту на четвёртый тир в бомбёжке. Сейчас, в принципе, не заставляет нам проблем эта игра, но на сороком раунде у нас муап. И спросите вы, как мы отобьём этот муап с таким слабым раскладом. А я отвечу вам, что наша кассетная бомба в состоянии отбить муап под алхимиком четвёртого тира. Итак, мы с вами сейчас начинаем копить на наш прекрасный четвёртый тир. И если вы всё правильно сделали, то на тридцать шестом раунде, на второй волне розовых шариков, вы получите этот четвёртый тир. Бум! Это важная деталь, которую вы должны проверить. Если у вас так получилось, значит вы можете играть дальше. Если не получилось, то что-то не так. Хорошо, хорошо. И теперь мы копим на сильный стимулятор у алхимика. Друзья, сразу говорю деталь, что не важно, как нам не нужно прокачивать другие тиры у алхимика. Только 4.00. Из-за того, что он усиляет только одну башню, он спокойненько усиляет и всё время держит её под усилением. Соответственно, 4.00. Больше не прокачиваем данного алхимика. Хорошо, хорошо. И теперь мы с вами получили данный апгрейд. Замечательно, замечательно. Смотрите, дальше наша задача это отбить муапчик. Но отбить муапчик с таким раскладом вообще не трудно. И сейчас мы дождёмся 40-го раунда. И вы это увидите. Смотрите, и теперь мы ставим деревню. Сейчас, во-первых, вы увидите, как отбить этот муапчик. В деревне мы прокачиваем... Мы её ставим в верхний правый угол данного квадратика. И в ней прокачиваем два тира по третьей линейке, которые удешевляют. Очень важно сначала их прокачать и только потом ставить вторую деревню. Потому что это удешевляет само... Ну, то, что мы просто ставим эту деревню. Теперь мы ставим вторую деревню в нижней... Ну, не совсем нижней, а чуть-чуть выше. Вот на 1 мм у вас на экране выше, чем самая нижняя часть этого всего. Почему ниже? Потому что нам с вами нужно, чтобы нижняя деревня, она дотрагивалась до... Чуть-чуть выше, чем верхняя линия. Зачем это надо? Затем, что мы будем туда ставить клейщика. И клейщик должен получить двойную скидку. И от этой деревни он получит антикамуфляж. Итак, мы первую деревню прокачали на тиры 3-0-2. А вторую мы прокачали на 0-2-2. Вот, друзья. Зачем мы прокачали 3-0-2? Затем, что это позволяет усилять нашу бомбежку. Бомбежка относится к обычным башням. И, соответственно, третий тир по первой линейке у деревни усиляет ее. Теперь, мы прокачали антикамуфляж во второй деревне. Зачем это? У нас как бы судмариночка и так антикамуфляж. Но это нам поможет, потому что мы в будущем прокачаем эту деревню на обезьянью разведку. И дальше на защиту родины аж до конца. И это нам... Она заготовочка на будущее. Поэтому мы прямо сейчас прокачали эту нашу прекрасную антикамуфляжку. Итак, друзья. Что сейчас происходит? Сейчас мы с вами имеем очень крутую защиту. Одна бомбежка спокойненько все это дело отобьет. У нее баф от барабанов джунглей, от двух деревень. И это, в принципе, ей помогает. И теперь мы с вами должны просто накопить денежек до Блицбомбы. Блицбомба это пятый тир данной пушечки. И если вы все правильно сделаете, то примерно к концу 63-го раунда вы это накопите. За раунды вообще не переживайте на данный момент. У нас все идет как надо. Пушечка сама вместе с алхимиком все это дело отобьют вообще без проблем. И, как видите, все идет по плану. Нас пробивает все это дело только пушка. Алхимик буквально чуть-чуть наносит. Он нанесет к концу игры, как я говорил, уже где-то 20 тысяч урона. Но это все еще в пределах, которые у нас есть. И алхимик как бы не будет, он нам не помешает. Итак, у нас уже 16 тысяч на 52-м раунде. Смотрите, друзья. И я сейчас продолжу дискуссию про то, почему я считаю, что нормально брать чужие тактики. Смотрите. Вы можете брать любую мою тактику. И точно так же я беру тактики других. Это не считается воровством. И это просто, скажем так, этикет БТД-6. То есть мы стараемся делиться тактиками, что ютуберы, что подписчики с ютуберами и между собой. Для того, чтобы проходить игру и улучшать разные тактики. Друзья, я рекомендую вам все это дело обязательно затестить и чекнуть. Также не забудьте зайти в наш дискорд канал. Ссылочка будет в описании. В дискорде мы вместе играем ежедневно. У нас уже три капитана команды. Капитан команды это игрок, у которого уровень выше сотого. И который организовывает часто чемпанзе в коопе, друзья. И, соответственно, вы просто обращаетесь к капитану команды. И капитан команды уже говорит вам, что и как делать. То есть вы с ним сыграете. Просто мы проходим чемпанзухи. У меня уже 15 медалек. У одного нашего капитана уже 17 темных медалек от чемпанзе в коопе. Понимаете? То есть это серьезные люди. Сейчас мы просто копим. И, как видите, уже скоро нам 38 тысяч нужно. Уже скоро мы все это дело накопим. И наша бомбежка под алхимиком отбивается без всяких проблем на ура. И мы копим на Блицбомбу 37800. И поэтому, друзья, я крайне рекомендую вам пройти в наш дискорд сервер. Я там нередко пощу разные прохождения. Я часто скидываю туда... Допустим, я скидывал PDF-файл нашим товарищам, которые были заинтересованы еще до того, как выпустится ролик, пройти ачивочку с дути сотый раунд. Это тяжелая ачивка, сразу говорю. Очень тяжелая. Одна из самых тяжелых. Но я туда скинул четко PDF-файл, где мы с вами убедились, как это все дело пройти. Я прошел тут сотого раунда с дути. И спокойненько мы нашим подписчикам это все дело подкинули без проблем. И сейчас, ну как, те, кто захотел, тебя прошли по PDF-файлу. Те, кто хоть, ну, кто не смог, они ждут, ну, ждем полноценное видео, которое тоже скоро будет, друзья. Мы будем делать и по сдути из сотого раунда, и по лапокалипсису сотого раунда. Будет просто нечто, друзья. Хорошо, хорошо. Есть, есть, есть. И наша пушечка спокойненько все это дело пробивает. И мы не видим никаких проблем. У нас уже 62-й раунд. И, казалось бы, я сказал, что к концу 63-го у нас будет достаточно денег. И я не соврал, друзья, так и есть. Вы сейчас видите, у нас, мы буквально за один раунд 4 тысячи накопим спокойненько. И это все просто замечательно. Итак, у нас 34 тысячи, начало 63-го. И смотрите, какой это кайф. Как хорошо они на 63-м раунде это все дело пробивают. Вообще без всяких проблем. Друзья, также я бы рекомендовал вам просто сесть и повторять мои шаги один за другим, один за другим. Пустите, чтобы у меня видео, оно было на одну минуту позже, чем у вас игра. То есть у вас, допустим, 62-й раунд, а у меня уже 64-й. И тогда все пойдет как надо. И теперь мы прокачиваем Блиц-бомбу, друзья. И нет, конец 64-го раунда, я немножко ошибся. Отлично, отлично. Так, так, так. И я решил использовать способность Джонса на всякий случай, потому что там такой момент был сомнительный. Я тоже рекомендовал бы вам именно способность Джонса юзать. Если, посмотрите, способность Джонса, она почти не наносит урона. То есть она наносит там буквально 12 урона, 10 урона за один выстрел. То есть вы можете ее использовать. И используйте ее, как только вам приспичит. Итак, смотрите, я ставлю своего клещика, нужно ставить его как можно правее, но чтобы у него было две скидки. И вы видите, что он попадает в радиус двух деревень, когда у него две скидки. Бум. И мы его прокачиваем на тиры 0-1-3. Никаких тиров больше. Мы ставим его на прочную и 0-1-3 на данном этапе игры. Изначально я его прокачал 0-1-2, вот 0-1-3. И после этого мы с вами копим на четвертый тир, друзья. Это крайне важно. Но, смотрите, тут такое. Сейчас посмотрим, как я сделал, потому что то, как я сделал, это точно правильно. То, как я сейчас комментирую, это может быть... Ну, я не все помню до деталей. Вот, смотрим. Сейчас я прокачиваю, скорее всего, вот два варианта, которые я уверен. Это либо обезьянеразведка, либо мы прокачиваем наш неослабевающий клей. Итак, смотрите. Эта бомбежка пятого тира, она просто мощнейшая. Она аннигилирует керамику. Никакие простые шарики не пройдут. Эта пушка уже... Ей уже сложнее с дирижаблями. Так, я был прав. Мы прокачали неослабевающий клей и поставили клейчика на прочную. Все идет по фладу. Так, зеваем. Только проснулся недавно. Ой, это прекрасно, друзья. Такс, такс, такс. И сейчас с вами кайфуем в этой записи. Это просто нечто. Каждый раз такое люблю. Так, так, так. Обожаю свою работу. Итак, у нас с вами бомбежка пробивает вообще без проблем. И что мы сейчас делаем? У нас теперь есть задание. Наша задача это прокачать обезьянью разведку, потом прокачать четвертый тир и потом аж пятый тир, друзья. И в это время я просто отвлеку вас интересной беседой со мной. И смотрите, что у нас здесь? Нас просто сейчас мы прокачаем обезьянью разведку и потом я расскажу вам одну вещь. Одну интересную историю, которую мы с вами воплотили с подписчиками буквально недавно. Так, так, так. Хорошо, хорошо. И бум. Обезьянья разведка прокачена, потом призыв к оружию и потом оборона Родины. Или защита Родины. Неважно. Итак, вот, друзья, рассказываю историю. История такая. Смотрите. Вот у нас часто попадают гонки. Гонка проходит в среднем раз в неделю. Потому, как я замечал, гонки в бета-д-6. Гонка это самый сложный режим, если вы хотите попасть в топ-1000. Или топ-100. Это даже вообще очень сложно будет. Топ-100 это нужно быть одним из лучших игроков мира. Я пока что не отношусь к лучшим игрокам мира. Я попадаю в среднем в топ-1000. Как, друзья, проходят гонки? Гонки очень напряженный режим. Я на своем канале осветил только две гонки. Потому что, смотрите, гонки бывают разного уровня сложности. И определенные гонки легче, чем другие. И, смотрите, я, во-первых, в режиме гонки я не рекомендую играть игрокам, у которых уровень ниже 90. Во-вторых, я, опять же, не рекомендую играть и придумывать тактики самому. Четко смотрите, как играют профессионалы или игроки хотя бы моего уровня. Я еще не профессионал, но я уже высокого уровня игрок. Если я прохожу такие чипочки. Но, смотрите, то есть, четко смотрите и работайте по тактикам. Я недавно загрузил видос по гонке на конфетных водопадах. И смотрите. Друзья, эта гонка, она не такая сложная. Она не самая сложная, но непростая. И, соответственно, я прошел эту гонку за 4 минуты 22 секунды. И попал на тот момент в топ-53, по-моему, или топ-42, что-то такое. Ну, короче, в итоге в конце сезона я попаду в топ-1000. И в чем фишка? Фишка в том, что мы с вами должны эту гоночку очень быстро проходить и четко по тактике. Я давал эту тактику своим подписчикам. То есть, я четко им подкинул, снял видос, снял с комментариями. Не детальными, но с демонстрацией. Потому что гонку с детальными комментариями снимать, это просто себе дороже. Гонки нужно снимать, это если у меня кто-то из подписчиков тоже снимает. Гонку нужно снимать четко с демонстрацией, а не с детальными комментариями. Потому что вы задолбетесь. Гонка слишком быстрый режим, чтобы ее с детальными комментариями снимать. Вы просто не можете комментировать Потому что гонка длится 2-4 минуты Это элитное время Скажем так Я бы сказал даже Элитное это до 3 минут Это есть такое достижение Мы прокачали наконец-то Призыв к оружию И теперь его копим на защиту Родины Смотрите друзья Мы прошли эту гонку на 4.22 А у меня это заняло 15 попыток То есть понимаете Я потратил полторы тысячи денежек Обезьянник просто чтобы пройти эту гонку Поэтому я и не рекомендую Большинству людей туда суваться Но у меня есть подписчики которые Уверены в своих силах и которые точно хотят Попасть в этот топ Хотя бы там 10 тысяч например Я гарантирую вам что вы пройдете Эту гонку на 4-7 минут Если вы четко сделаете как я И смотрите друзья Попасть в этот топ и все такое В чем фишка Фишка в том что мы с вами должны В гонках очень быстро это все делать И я кстати друзья в дискорде Шлю эти прохождения своих гонок То есть я покажу Допустим Покажу какое место я занял И потом сразу же гонки Я обычно видео делаю Буквально пару часиков Гонка вышла Я смотрю во первых Как другие игроки это проходят Делаю немножечко свою тактику Ну адаптирую их тактику Но со своими изменениями Скажем так И с этим всем делом Мы с вами спокойненько Все это дело Ну как Записываем Потом я Ну и я быстренько загружаю Чтобы вы как можно быстрее Могли пройти И попробовать как можно больше раз Также друзья По поводу гонок Я рекомендую вам Проходить гонки Подряд То есть допустим У вас там есть Вы на гонку должны определить Окей я потрачу Тысячу долларов на гонку Если у вас нет Лишних денег То я Опять же Сложно вам быть с гонками У меня там было Семнадцать тысяч Денежек Потому что я уже все купил И просто прохожу игру Ну скажем так Мне уже не нужны эти деньги И я могу их тратить на гонки Вот у меня там было Семнадцать тысяч В конце осталось Пятнадцать Пятьсот Понимаете И мы спокойненько Все это дело проходили И я в конце Все таки у меня получилось пройти Потому что если вы хотите Пройти гонку на Ну как на рейтинговое время То у вас важна Такая вещь Что вам У вас не получится Просто взять и победить У вас получат Вы будете проигрывать каждый раз Если вы хотите на рейтинговое время Потому что Там буквально парочку шариков Пройдет в конце И вы уже проиграли А там нужно Ну как вы Ну вы посмотрите Во первых то видео Она очень прикольная Там очень сложная Но интересная В моем исполнении Я рекомендую вообще Смотреть видео по гонкам Хотя бы десять раз Друзья Потому что Если вы не посмотрите Его достаточно Я смотрел видео Того товарища Который Мне подкинул Эту Эту Тактику Как минимум Раз шесть Первый раз Когда я проходил гонки Я посмотрел Много-много раз Просто бум-бум-бум-бум-бум Заново Запомните все шаги Запомните отработать Запомните отработать И только тогда Я смог пройти гонку Как вы видите Друзья Наш расклад Держится очень спокойненько На восемьде Шестом раунде У нас с вами Пушечка держится У нас прокачана Наша прекрасная Деревня И мы копим На защиту родины И уже скоро Друзья Мы с вами Начнем Использовать способности И я вам Это все дело Расскажу И детально Покажу Скоро мы с вами После того Как мы поставим Защиту родины Я расскажу Давайте уже дойдем до этого И потом я расскажу Что дальше делать Нет Я даже Заспойлерю вам Немножко Ваш интерес Немножечко Подогрею Смотрите друзья У нас будет потом Инженер И инженер будет На оверклок Или разгон И это позволит Нашу пушечку Усилять Это очень крутая способность И в чемпанзе Рекомендую ее использовать Отлично Отлично Но пока что Копим на защиту родины Потому что Без защиты родины Мы тоже не справимся Она нам очень понадобится Отлично Отлично И теперь смотрите друзья Давайте завершим Тему с гонкой И потом снова Перейдем к нашим комментариям Тема с гонкой Смотрите То есть Гонку очень непросто пройти Но если вы хотите Я стараюсь постить Видосы по гонкам В первый день Когда появляется гонка И тем самым Дать вам возможность Как можно больше раз Отработать все это дело И спокойненько Самим Попробовать У вас будет много попыток За 4 дня У вас где-то Давайте посчитаем 32 попытки у вас будет За 4 дня То есть Вы можете спокойненько Попробовать пройти Если у меня заняло 15 попыток Но 15 попыток подряд То у обычного игрока Займет где-то 30 попыток Это все дело пройти То есть Вот так Вы спокойненько Можете пробовать Есть И вот так То есть Гонки интересны Гонки непросто И гонки Пробуйте Пробуйте Но только Если вы Уверены в своих силах И опять же 90 уровень Помните друзья Вам нужно иметь Почти все обезьянные знания Или все обезьянные знания Чтобы вы могли на гонках Хорошо себя показать Так У нас 90 раунд 90 раунд Мы вообще без проблем Пробьем Будет 3 ДДТшника И как видите Бац-бац-бац И все Очень важно Что у нашего клейщика Доступна Антикамуфляжка То есть Клейщик В зоне нашей деревни Из-за того Что у него доступна Антикамуфляжка Он в состоянии Спокойненько Все это дело Контрить Если бы у него Не был антикамуфляж Он бы не смог Клеить ДДТ А клей ДДТ Это очень важно Итак друзья Мы примерно Закончили тему с гонками Если вам интересно Еще чтобы я рассказывал Про гонки Я могу потом Посвятить целый Длинный подробный ролик Где мы Уже со стороны Посмотрим То как я прохожу гонки Не само прохождение А со стороны С детальным объяснением Как работает Каждая башня В данном Конкретно в этой тактике С гонкой Которая у нас была И смотрите На 92 раунде Вообще не переживайте Мы спокойненько Это все дело отбиваем Но Если вы вдруг Чувствуете Что будет трындец То вот как я сделал Я использовал Способность Джонса Как только керамика Начала проходить По последней линейке Я использовал Способность Джонса И это тормознуло Керамику И одновременно Тормознуло за мои гады И в этот момент Наша пушечка Спокойненько Отбила всю оставшуюся керамику Там было много Укрепленной керамики Помните Способность Джонса Ее можно и нужно Использовать каждый раз Когда вы считаете это нужно И вот У нас пошел Первый инженер Теперь Мы ДТТшники Обычные Вот здесь На 93 раунде Отбили неплохо Мы ставим инженера Рядом с Джонсом В самый нижний Правый угол Над ним Почему над ним Потому что Слева от него Это не лучшее место Это на практике Я проверил Тот ютубер Ставил слева от него Я считаю Что нужно ставить Первого У нас два инженера Будет Первого инженера Над ним Мы качаем Очищающую пену И опять же Наша цель Чтобы никакая Другая башня Кроме пушки Не пробивала Шарики То есть Вот у нас Джонс Здесь будет В итоге в конце Пробивать дирижаблики Но вот этот Инженерчик Он почти ничего не пробьет И в этом фишка Джонс будет Потому что у него Растет радиус атаки По мере того Как растет его уровень И теперь смотрите 94 раунд Мы можем здесь Прожать в принципе Оборону Родины А можем Нет Нет Здесь не можем Нельзя Почему Потому что Нам нужно будет Защита Родины На 95 раунде Обязательно Без нее Мы проиграем То есть смотрите Сейчас можете Поставить видео На паузу Подготовиться Или игру На паузу Точнее Да лучше не видео А игру Поставьте на паузу Для того Чтобы вы Могли понять Посмотрите видео Заранее Как я это сделал Смотрите Наша задача Чтобы ДДТшники На 95 раунде И дошли Примерно До Нашей Деревни Тиров 3.0.2 То есть До нашей Деревни С обычными Усилениями Как только ДДТ Доходит По этому пути До Вот я там Показал сейчас Курсором До этого момента То вы Должны Обязательно Все это дело Прожать Защиту Родины И Бум Прожимаю Защиту Родины Только в этом месте Не прожимайте Защиту Родины С самого начала Потому что В этом месте Это идеальное место И таким образом Бум Мы законтрили Абсолютно Все ДДТшники И это Непобедимая стратегия Бум Я даже не замедлял Вам рекомендую Замедлить Немножечко Ну эту игру И Понеслась 96 раунд Мы скоро Уже прокачаем Нашего Инженерчика На разгон Вот И следим Тут уже Я вам буду Детально сейчас Комментировать Какие способности Я использую Я решил использовать Еще одну Защиту Родины С самого начала Защита Родины Опа И мы вкачаем разгон Защита Родины Она достаточно Быстро восстанавливается Ну из-за того Что у нас здесь Бомбежка У нас здесь Долго длятся раунды Она пока пробьет Эти Зомайгады И она уже устанет Вот смотрите Куда я расположил Второго инженера Вряд ли я его сюда Вот Я его расположил За пеньком Это не лучшая локация Я бы его Чуть-чуть В этом же месте Но чуть-чуть ниже На одного инженера вниз Потому что он будет Доставать до шариков Которые рядом с пеньком Слева вверху Вот И как видите Наш долбанный Джон Справа внизу Кидается Бьется со своей базукой И он Бьет много дирижабликов Из-за того Что у него снова Увеличился радиус Я сейчас немножечко Торможу Это просто сделано На всякий случай Чтобы мы могли Все это дело контролировать И если что То я кину разгон На нашу пушечку Разгон Это способность инженера Хорошо Хорошо 96 раунд 97 раунд В 97 раунде Смотрите Что мы делаем Мы сначала Как только пушечка Начинает Ну как только дирижабль Войдет в радиус пушки Мы Нажимаем на нее С разгоном Бум Разгон поставлен После этого Как только разгон Сойдет То мы Прожимаем Защиту родины Это очень важно Укрепленные Замайгады Это Слабость Данной тактики И не Тупите Я когда первый раз Проходил Я на 97 раунде Проиграл Из-за того Что я не использовал Эти способности Друзья Поэтому Обязательно Используйте Способности Как надо И как только Разгон Заканчивается Сейчас нужно Нажимать на пушечку И следить Чтобы разгон Был в улучшении Все разгон Закончился И теперь Мне нужно Прожать защиту Родины Что-то я Туплю Или нет А нет Я не прожимаю Защиту родины И вот Наконец-то Точно я подождал Пока эти дирижабли Вышли из Этого пенька Из защиту родины И сейчас Скорее всего Я прокачаю Еще Ну нажму Еще один разгон А может и не нажму Сейчас мы Посмотрим Это все Друзья По ситуации Но Как минимум Обязательно Один разгон И одну защиту Родины На 97 раунде Помните про это Это важно Так У нас остался Один укрепленный Зомайгат Теперь 5 укрепленных Бэбишечек Но так как у нас Огромное количество Сплэша Так Мы выключаем Автостарт Помните про это То нам это Не составит Больших проблем Хорошо Я сейчас Ускоряю И мы Все это дело Законтрим Идеально Так 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 Я чуть тормозну Потому что тут Стремный момент Итак 98 раунд 98 раунд Будет непростой Для нас И теперь смотрите Что мы делаем Четко наблюдаем За способностями Что я Отсылаю Я Как только Дирижабли Доходят До нашей пушечки Я нажимаю На нее С разгоном Или же Оверклог Как вы хотите И я Четко Слежу Чтобы Наш Дирижабли Наша Пушечка Была Под разгоном Все время У нас Сходит разгон И скорее всего Я либо Сделаю Три разгона В данном Видео Либо я Повторю Фишку С прошлым Раундом Где мы Защиту Родины Использовали Бум Бум Смотрите У нас здесь Много Бифбишек Изо Майгадов Разгон Он достаточно Долго Сидит на нашей Башне То есть Он на пушечке Еще сидит И теперь Я прожал Защиту Родины Друзья Замечательно Замечательно Все идет По плану Пушечку Всегда держим На первой Это важно Чтобы она Не пропускала Шарики Хорошо Хорошо Мы использовали Защиту Родины И теперь Пушка Просто Она Нечто делает И теперь Как только у нас Восстановился Разгон Я одновременно С защитой Родины Еще успеваю Немножечко Разгона Использовать Это дополнительно Усиляет Нашу пушечку Потому что Накладываются Способности И мы отбиваем Все это дело Теперь Что мы видим Мы видим Что у нас Почти все Уже пробито Но Стремновато Потому что Много укрепленной Керамики Все такое Однако Не паникуйте Друзья Мы с вами Сейчас спокойненько Все это дело Контрим Так у меня Там игра Немножечко Нечуть Подлагала Смотрите Джонс уже 4000 набил Говнюк такой Из-за того Что у него Увеличился радиус Наша пушечка Держится И я Готовлюсь Чтобы использовать Способность Джонса Вот я ее использовал Потому что Там было Очень близко Как вы видите И обязательно Используйте Способность Джонса Если вы видите Что прям У вас подходит К концу И начинает Уже подгорать 98 раунд Сейчас будет 99 раунд Это жесть На 99 раунде Вам нужно Использовать Ускорение И защиту Родины Одновременно И сейчас увидите Или на 99 Опять же Сейчас смотрим Что я сделаю Так 99 раунд Есть И теперь Нам нужно Опять же Подождать Пока ДДТшки Дойдут Аж до Нашей Холобудки С бананом И только потом Мы прожимаем Защиту Родины И одновременно Прожимаем Еще разгон И таким образом Мы пробиваем Укрепленные ДДТ И Наш Великолепный 100 раунд Мы наконец-то Прокачали Второго инженера На разгон И смотрим Как отбить 100 раунд Друзья Начинаем Давай Давай я Нажимаю На эту кнопочку 100 раунда И смотрите В чем фишка Фишка в том Что мы будем Просто подряд Использовать Все наши разгоны Наша пушечка Из-за того Что у нас Два инженера Она будет Под вечным разгоном То есть Как только спадает Первый разгон Мы нажимаем Второй разгон Как только Второй разгон Спадает Первый разгон Уже восстановился Мы его снова Нажимаем Ровно точно так же С защитой Родины Нам повезло Тут уже можем Ускорять Спокойненько Ну Наш ход Событий То есть Сами раунды Ускоряем Так Пушечка начала стрелять Я кидаю разгон Сразу же на эту пушку И теперь Смотрите У нас вот наш Бэд Бэд очень тяжело Пробить данной тактикой Но не невозможно И у нас четко Рабочая тактика Теперь я прожимаю Еще раз разгон И теперь мы Ставим Вместе с разгоном Защиту Родины И у нас оно наложилось Как видите Мы уже Пробили 20% бэда Я ставлю еще один разгон И Разгон нажимаю Только тогда Когда закончится Первый разгон Вот Он только что закончился И вы нажимаете На свою пушечку И следите Пока Чтобы у вас был разгон И чтобы он не заканчивался Здесь У нас Джонс Видите Он 6000 пробил Это неприятно Но Ничего страшного И здесь Как видите В бэда Немножечко стреляет Наш этот инженерчик Но недолго Теперь мы нажимаем Разгон Защиту Родины И вот здесь Уже приходит Конец Нашему бэду Прекрасному Бум-бум-бум Мы пробили ДДТшки Я просто Фигачиваю В него Потому что Нам уже Он не пригодится И мы Чтобы просто На всякий случай Чтобы перестраховаться Здесь пробили Все шарики Я получил Обезьяну Аз И мы прошли Данную игру Бум Два Ту Мега Попс Или же Два Мега Лопания Так Вот такая Друзья У нас игра Фух Друзья Это была Непростая ачивочка Но Это самый простой способ Как вы можете получить Непростую ачивку Друзья Благодарю вас за просмотр Ставьте лайки И подписывайтесь на канал Также обязательно Ставьте колокольчики Прямо сейчас Чтобы вам приходили Эксклюзивные уведомления Прямо на ваш телефон Или планшет О новых видосах Канала КК Гейминг Друзья У нас ежедневные аплоуды И это повод Для того Чтобы поделиться Нашими роликами С друзьями Мы с вами растем Мы с вами развиваемся И заходите в наш дискорд Обязательно И пишите комменты В ютубе Я отвечаю абсолютно На все комментарии Мы с вами развиваемся Всем спасибо Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok